У самого входа в технопарк выставка стартапов и промышленных достижений Мордовии. Здесь главные предприятия и учебные заведения Республики представили свои инновационные разработки и проекты в сфере промышленности и высоких технологий. Молодой ученый-аспирант Г.У.Меня Гарёв Алексей Кравчук показал гостям биостойкие пеносеталы – инновационный строительный материал. Это аналог пеносетала, но дешевле, чем пеносетала. Основной его плюс в том, что он не горючий, он безвредный для человека, и обладает всеми нужными свойствами для материала цепроводного. Завод оптиковолоконной системы на выставку представил преформы для вытягивания волокна. Предприятие совсем недавно провело модернизацию и теперь выходит на новые мощности производства. Раньше мы использовали преформы 115-го, они представлены здесь. Мы перешли на большие преформы 150-го диаметра, длиной 1,5 метра. То есть раньше мы ценили за одно преформы 1000 километров, сейчас ценим 2000 километров. Наряду с результатами промышленных, модернизаций, инноваций, стойкой сувениров. Академики прильнули к стенду. Яркие, красивые и полезные вещи будут напоминать о Мордовии. Не только как о регионе высоких технологий, но и как о самобытной республике, где хранят национальные традиции. Научно-технический совет собирается вместе седьмой раз. Каждая встреча проходит очень активно и плодотворно. Мордовский технопарк – один из лучших в России. Он постоянно развивается и разрабатывает новые высокотехнологические проекты. По итогам конкурсного отбора технопарк Мордовия на 2019-2020 годы получили с федерального бюджета около 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие и закупку технологического оборудования, что, конечно, дает дальнейший толчок для новых исследований и, самое главное, коммерциализации инновационных проектов. Главная тема седьмого заседания научно-технического совета – реализация майского указа президента России. Участники обсуждали, как внедрить новые технологии мирового уровня, прежде всего, в сфере волоконной оптики. Задачи боевой реализации могут быть эффективно решены только при участии в качестве ведущей площадки научно-технического инновационного развития республики. Рассчитываю, что мы вместе объективно посмотрим на результаты, которые достигли, и, конечно, определим дальнейшие шаги в развитии инновационного потенциала республики, чтобы он в полной мере соответствовал масштабным задачам экономического прорыва, которые стоят перед страной. Технопарк Мордовия одним из первых включился в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках программы планируется развивать промышленный кластер и оснастить центр оптоэлектронного приборостроения технологическим оборудованием. В соответствии с соглашением с Министерством экономического развития Российской Федерации Республики Мордовия обобраны субсидия на реализацию проекта по созданию промышленного технопарка и предусмотрено его финансирование в 2019 году в размере 250 миллионов рублей за счет средств федерального душа. По итогам заседания определили, в развитии цифровой экономики значительное место должна занимать волоконная оптика. Наша республика делает реальный вклад в достижение этих целей. Академики дают высокую оценку работе Мордовского технопарка. Та задача, которая была президентом поставлена, чтобы в Мордовии создать современный технопарк, и правительство, здесь и Медведев был, и министры, она выполнена. Те решения, которые мы приняли, я думаю, через год они еще дадут больший толчок, потому что мы говорили о очень важных вопросах, которые определяют реализацию стратегии научно-технологического развития страны, которая утверждена президентом. И здесь склад технопарка Мордовии будет очень существенным. В завершение прошла церемония награждений финального этапа юбилейного международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее». Участвовали дети со всех районов республики, активнее всего ребята из детского технопарка «Кванториум». Заслуженные награды школьникам вручил член Президиума Российской Академии Наук Евгений Каблов. Он пожелал детям дальнейших успехов в научной и творческой жизни. Ирина Герасимова, Денис Ноздрюхин, Александр Гурьянов. Народные новости. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ